Сочинский цирк не перестает радовать жителей и гостей курорта. На этот раз новая программа носит название «Белый тигр». На премьере в кассы было не протолкнуться. Зрители, среди которых много отдыхающих, с нетерпением ждали начала выступления. Мы пришли сюда с ребенком. Она очень хотела увидеть шоу «Белых тигров». Вот пришли посмотреть. Большие ожидания у нас. В цирке мы вообще, в принципе, второй раз. Один раз были в Москве, второй раз сюда пришли. И ожидания самые наилучшие, потому что новая программа, как мы поняли. И вот начало долгожданного выступления. Первыми на сцену вышли клоуны, которые развлекали маленьких и взрослых зрителей на протяжении всей программы. Удивили зрителей и жонглеры. Их номер получился действительно ярким, а порой даже опасным. И это не единственные сюрпризы для гостей. Программа собиралась не только для сочинцев, потому что в городе Сочи большое количество отдыхающих людей. И программа собиралась по принципу шоу для всей семьи, чтобы на него можно выводить и семьей для маленьких детей, для людей среднего возраста и для пожилого, чтобы они могли вспомнить, как они в детстве сами ходили в эту цирку. В программе «Белые тигры» принимают участие их меньшие собратья – кошки. Маленькие четвероногие артисты покорили сердца как взрослых, так и детей. Выступили на сцене и лошади школы верховой езды «Лепицианы». Эти большие животные на маленькой арене показали уникальный танец. Понравился зрителям и номер под названием «Колесо смерти». Трюки были настолько опасны, что зрители во время всего выступления находились в постоянном напряжении. И, конечно же, сами «Белые тигры» тоже оставили у зрителя массу впечатлений. Это бенгальские тигры с врожденной мутацией. Рождается одна такая особь на 10 тысяч хищников с нормальным окрасом. В природе их не осталось, а в зоопарках всего мира находятся 130 белых тигров. Шесть из них вышли на арену сочинского цирка. Все это не единственное, что могут увидеть зрители шоу «Белые тигры». Насыщенная программа будет представлена в Сочи до середины июля. Игорь Кырпа, Борис Осин, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова